Расскажу вам притчу. Ходили мы как-то с дружаней, с Максом Полгиным, в поход. Проходим энное количество расстояния, приходим на место лагеря, давай разводить костер. Ну, я же, естественно, включаю белку-искательницу, начинаю там обдирать деревья, собирать растопку, а Макс уже сидит, пьет кофе. Я такой, типа, чё, откуда? Ну, а у него прям гора растопки, которая моментально вспыхивает. Начал за ним наблюдать. Оказывается, по мере движения, по мере маршрута, он там что-то оторвал в карман, засунул, там что-то оторвал в карман, засунул. И таким образом ему не нужно тратить дополнительное время на поиск растопки. Он ее собирает по ходу движения. Я такой, охеренная идея. Я начал делать так же, засовывать это все в карманы. Проблема засовывания в карманы в том, что ты потом не вытащишь. Там куча пилок, куча всяких шишек, куча смолы и так далее. Короче, неудобно. Удобно, когда это внешняя сбросная сумка, которую можно вывернуть, которую можно набивать или не набивать, в зависимости от задач. Сегодня поговорим про сумку-хабарницу. Оказываю. Сумка-хабарница. Это штука, которую делает компания Берлога. Ссылка на нее будет в описании. Это специальная сумочка, которая висит на поясе. Она может свободно перемещаться как угодно. И ее можно набивать чем угодно, но в моем случае это сумка для растопки. Пока мы сюда дошли, я насобирал всяких веточек, не веточек. Я нашел кусок бересты, всякие бумажки и так далее. Шишечки. В чем ее главная фишка? Помимо того, что она очень удобная, помимо того, что она может двигаться туда-сюда, помимо того, что Берлога пипец как качественно шьет, реально очень доволен. У меня много товаров от него. И еще фишка. Она выворачивается. То есть весь мусор, который там накопился, я на привале вытрусил, завернул ее обратно и все. У меня снова пустая сумочка, которую я могу назад набивать. Выглядит хабарница как квадратный мешочек на молнии. Здесь есть отдельный прикол. Внутри основного отдела есть еще дополнительная микросумочка, например, для документов. Прикол этой сумочки то, что здесь замок в обратную сторону. Это значит, что когда вы расстегнули и лезете в рукой на ослеп, что-то там ищете, вы не перепутаете внешний замочек от внутреннего замочка, потому что они в разные стороны. С обратной стороны вся эта конструкция выглядит как две лямки. Соответственно, через них можно продеть пояс, их можно прицепить с внешней стороны на рюкзак, ну или куда вам нужно. Прошито очень упорото, как я уже говорил, дядька сам походник, он хорошо шьет. И как бы это не проплаченная реклама, просто я показываю то, чем пользуюсь. И я как бы доволен. Поэтому сегодня вы узнали две рекомендации. Первое. Собирайте растопку по ходу. Второе. Сумка-хабарница. Отдельная сумка, в которую можно складывать растопку.